Добрый вечер, в эфире ВЕСЕСКАРАЧАЕВА ЧЕРКЕСИЯ, в студии Руслан Жукаев. Карачаево-Черкесию посетил вице-премьер России Денис Мантуров. В ходе двухсторонней встречи глава Минпромторга поддержал ряд инициатив главы Республики по развитию промышленности. В сторону обсудили расширение, модернизацию и строительство новых производств, капитализацию регионального фонда развития промышленности за счет единой региональной субсидии и создания в Карачаево-Черкесии индустриального парка на базе бывшего автомобильного завода Дервейс. Денис Мантуров заявил о том, что готов поддержать озвученную инициативу Рашида Темрезова по созданию производства канатных торог. Рашид Темрезов поблагодарил Дениса Мантурова за внимание к развитию промышленного комплекса региона и за то, что министр лично дал официальный старт к году развития промышленности в Карачаево-Черкесии. Год развития промышленности в Карачаево-Черкесии стартовал с запуска нового производства. В открытии завода по производству гипсокартона компания «Хабес Гипс» принял участие заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. О знаковом событии и об основных моментах встречи расскажет Альбина Ламкова. Альбина Ламкова Альбина Ламкова является серьезным конкурентным преимуществом Хабесского гипсового завода по цене и по качеству, прокомментировал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Технология изготовления гипсокартона состоит из пяти этапов. Приготовление смеси – подачу на линию картонного полотна. Затем ее направляют в формовочный модуль. Там выравнивают, разрезают на необходимые размеры. После чего готовое полотно сушат, и оно готово к продаже. Сразу можно через компьютер все запустить и работать без проблем. Если зубы появляются, сразу программисты подключаются и исправляют эти ошибки. В общем, работа не пыльная? Нет. Хорошая работа, коллектив тоже хороший. Доверие к работнику и его ответственность за конечный результат труда, создание комфортных условий для коллектива умело использует руководитель производства, директор предприятия Олег Горгунов. Руководя Хабесским гипсовым заводом, он вносит значительный вклад в экономическое развитие региона. Надежные высокие результаты команды профессионала в промышленном производстве обеспечивает Олег Абубикирович. Он у руля предприятия более 30 лет. Когда Всевышний делил богатство, недра, мне достался прекрасный многонационарный коллектив. Он очень работоспособен и дружен. За спиной они меня называют Дада, что по-русски означает Дед. Оно так и есть. Старшие, как братья мои, а младшие, как дети мои. На торжественном событии состоялась и церемония награждения сотрудников гипсового завода почетными грамотами. Вручил их Денис Мантуров. Рашид Темрезов также вручил грамоты лучшим работникам региона в сфере промышленности. В завершении рабочей поездки Денис Мантуров осмотрел выставочную экспозицию. Продукция 15 промышленных предприятий. И уделил внимание каждому его руководителю. Вице-премьер оценил результаты работы за последние годы. Обозначил действующие меры поддержки для дальнейшего развития их производства. Также отметил многоплановость представленной продукции. От производства стройматериалов и горнодобывающей промышленности. Химии, машиностроения, резинент технических изделий, текстильных изделий. И лекарственных и дезинфицирующих средств. Косметической, санитарно-гигиенической продукции. И бумажных изделий бытового назначения. Мы первые в России в 2008 году реализовали проект по производству косметических платных дисков и палочек. В ходе беседы каждый руководитель предприятия рассказал, что хорошо понимает структуру предоставляемых и принимаемых мер поддержки по линии Минпромторга Российской Федерации. И уже пользуется. В результате Денис Мантуров подчеркнул, что развитие промышленности является одним из ключевых направлений. Обозначил промышленный потенциал регионам. На что нужно сделать акцент. И не только. Скажите, пожалуйста, как развиваются региональные фонды развития промышленности Карачаева-Черкесии? Уже сегодня, во-первых, есть возможность за счет плеча со стороны Федерального фонда расширять возможности предоставления льготных займов предприятиям промышленности региона. 70% это федеральный фонд и 30% это региональный фонд развития промышленности. Но вот Рашид Бориспич ко мне сегодня обратился с просьбой расширить возможность по Карачаеве-Черкесии. Вице-премьер поддержал предложение. Теперь процентное соотношение финансирования региональных фондов развития промышленности из федерального бюджета будет составлять 90%, а из регионального – 10%. Для нас развитие промышленности является ключевым направлением, так же, как сельским хозяйством, туризмом. Но у нас основная структура нашего ОРП – это, конечно, промышленность. И те меры поддержки, которые мы на протяжении уже очень многих лет ощущаем. Я благодарен, Денис Валентинович, вам. Еще раз хочу сказать о том, что для нас это очень знаковый ваш приезд, потому что любые мои обращения к вам, они всегда имеют практические решения. И мы видим, что сегодня все предприятия, каждый из руководителей говорил вам самоблагодарность. В заключение Денис Мантуров выразил уверенность в стабильности заказов предприятия. Предпосылки есть. И этот факт станет ключевым показателем эффективности деятельности хабетского гипсового завода. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево-Челькесия, Хабетский район. Рашид Имрезов ознакомился с ходом строительства нового спорткомплекса в ауле Хабет. ФОК в районном центре возводится по социальной программе «Газпром детям» и уже в этом году откроет двери. Здесь расположится тренажерный и универсальный спортивный зал для игровых видов спорта – волейбола, баскетбола и мини-футбола. Кроме того, в спорткомплексе планируют проводить республиканские и даже всероссийские соревнования. Также Рашид Имрезов дал поручение подготовить заявку на включение в федеральную программу реконструкции стадиона в ауле Хабес. Наш спортзал обладает двумя раздельными гардеробными для разнополных спортсменов. Имеет свою котельную, имеет собственную вентиляцию, может жить стационарно, независимо от города. Собственно, мы на финальной стадии, мы заканчиваем объект. У нас сейчас идут косметические работы. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры делал DimaTorzok Сотелло «Мебель». Широкий ассортимент от мягкой до корпусной мебели. Доставка по Карачаево-Черкесии Ставропольскому краю бесплатно. Станица Отрадная, улица Широкая, 2Б, 2 этаж. Телефон 8 952 836 47 03. Печальная весть не стала одного из основателей поисково-спасательной службы Карачаева-Черкесии Александра Витряка, заслуженного спасателя Карачаева-Черкесской республики. Ему было всего в 62 года. Соболезнование выразил глава республики Рашид Тимрезов. Более 30 лет Александр Васильевич спасал людей, попавших в чрезвычайные ситуации. Он был там, где требовалось помощь, неизменно демонстрируя высокий профессионализм, мужество и человеколюбие. Со свою трудовую жизнь Александр Витряк внес немалый вклад в становление и развитие Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Зираева. Светлая память светлому человеку, говорится в соболезновании Рашида Тимрезова. В селе Дружба готовится первая в этом году отправка посылок военнослужащим в зоны специальной военной операции. Все необходимое – это теплая одежда, носки, продукты питания, предметы личного пользования. Собрали жители Дружбы и Общероссийский народный фронт во главе с Людмилой Каппушевой региональным отделением Союза женщин. Марина Барлакова, председатель Союза женщин в республике, получила благодарность от «Единой России» за поддержку воинских подразделений, семей военнослужащих, участников СВО и нуждающихся в помощи людей. Она поблагодарила всех неравнодушных жителей и отметила, что дальше будет активно работать в том же направлении. Особо хотелось бы поблагодарить районные женсоветы нашей республики за активное участие в акции «Сердце матери», поблагодарить активных неравнодушных граждан нашей республики, поблагодарить жителей села Дружба, которые принимают активнейшее участие в этой акции. В селе Дружба есть такой молодой человек, Эзиев Мырзай. Хотелось бы его от имени регионального отделения Союза женщин России поблагодарить за его активную жизненную позицию, за большую помощь в распространении информации. Хотелось бы передать привет нашим военнослужащим, которые сейчас на защите рубежей нашей Родины, и пожелать им крепости боевого духа и всего самого наилучшего, и скорейшего возвращения домой живыми и невредимыми. В селе Первомайском Алакарачаевского района появится свой дом культуры. Строительство объекта уже практически завершилось. О том, как могут проводить свой досуг первомайцы, расскажет Алла Качиева. Что такое для села Дом культуры? Это центр общественной и культурной жизни людей, место их общения, развития и выявления творческих способностей. Словом, это сердце и душа населенного пункта. Так вот, совсем скоро в 6000-м селе Первомайском в своей двери распахнет новый современный дворец культуры. ДК здесь не было со дня основания населенного пункта. В свое время был кинотеатр, который в последние годы находится в аварийном состоянии. Общественные и культурные мероприятия приходилось проводить на базе образовательных учреждений Малакарачаевского района. В свое время непосредственно с администрацией района было обращение к главе республики Рашид Париспевичу Тимрезову о строительстве нового дома культуры, которое он всецело поддержал, дал поручение, чтобы подготовили проект. И фактически это здание построено с нуля, полностью была подготовлена проектно-сметная документация. Строительство объекта проводилось в рамках государственной программы Российской Федерации развития культуры и туризма на 2013-2020 годы. Было начато в октябре 2021 года. Мы закончили к концу 2022 года, в декабре. Год и два месяца где-то. Жители села Первомайского внимательно следили за ходом строительства дома культуры. Ждут, не дождутся открытия. Теперь здесь они могут проводить свой досуг, собираться, обсуждать и в последующем реализовывать социально-культурные инициативы. А также в ДК созданы прекрасные условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства подрастающего поколения, для их патриотического воспитания. Дом культуры – это обязательно нужно для молодежи, потому что сейчас для молодежи кроме интернета они ничем не занимаются. А здесь соберутся, хоть пообщаются друг с другом, кто-то что-то интересное расскажет, кто-то что-то интересное покажет. Всё равно для детей это очень хорошо. Мы рады, что построили вот этот дом культуры. В Доме культуры села Первомайского расположены кабинеты для работы нескольких кружков. Гримёрное, костюмерное, административные и хозяйственно-бытовые помещения, а также универсальный актовый зал на 300 мест. Его оборудует техника для видеопоказов проведением массовых мероприятий. А ещё в Доме культуры будет располагаться и сельская библиотека. При планировании здесь учли всё. Здания адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть своя автономная котельная. Будут полностью соблюдены все меры безопасности. Алла Качиева, Лебастанов, Вести Карачева, Черкесия, Малокарачаевский район. Это все весь на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!